подпишется канала она спрашивала вот про шишки на ногах вот шишки на ногах что делать что делать ой 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 не знаю помогите и так далее этого подобное сделайте видео сделайте то все я жду воспользуйтесь моей библиотеку и сходите в мою библиотеку в конце концов там все это есть я вот нашел эту статейку с которой я разбирался ну и не остается просто-напросто вам прочитать хотя это могли бы сделать и вы сами ну ладно тем не менее я надеюсь что это видео наберет тысячу лад 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 кол тысячу лайков нас подписчиков уже больше двадцать одной тысячи будьте активнее ваша активность продвигает канал ваша пассивность просто-напросто его опускает это хорошо что я такой знаете вот 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 такой вот я вот вот как такой как вы меня видите а если бы это был бы коммерческий канал его дому пора было бы закрыть вот чё 2100 видео и так хеликс вальгус хеликс вальгус это замудренное словосочетание означающие шишки на стопах и так выходит пациентка то без страдалица и начинает рассказывать как ей плохо с этими шишками жить и далее в дело вступают врачи рассуждая что в этих случаях можно сделать их единогласное мнение что в этом случае поможет только операция сустав большого пальца следует разломать косточку укоротить и поставить так как она была до этого я смотрю на все это с удивлением будто не было причин которые постепенно сдвинули большой палец нормального положения получается так что палец был в норме а потом резко самостоятельно искривился с образованием болезненной шишки ну так не бывает всегда имеется причина которая действует довольно таки продолжительное время именно в результате нее и происходит выпячивание болезненной шишки на суставе большого пальца я предлагаю для самих себя для самих себя а не для врачей не для анатомов для еще каких-то доказательств разобраться в этом феномене феномене халюкс вальгус вальгусная деформация больших пальцев на ногах она же шишки на стопах она же косточки это одно и то же заболевание стопы представляешь собой искривление плюсни фалангового сустава больших пальцев ног при этом страдании фаланги большого пальца принимают положение под углом друг к другу и происходит выпячивание одной из фаланг пальца в сторону что мы видим в виде уродливой шишки смотрите рисунок а теперь разберем наиболее популярные причины развития этого болезненного состояния неправильно выбранная обувь чаще всего узкие туфли и особенно высокие каблуки именно высокие каблуки поднимают стопу так что основная нагрузка приходится на пальцы ног если это повторяется достаточно продолжительное время большие пальцы начинают деформироваться от непосильной нагрузки рисунок смотрите влияние высокого каблука на развитие шишки я считаю что это основное одной из основных причин вот такая вот обувь неправильное положение стопы плюс человек не ходит он не ходит естественно любая такая нагрузка сразу приводит к тому то есть если человек хотел бы то стопа укрепилась бы а так как он не ходит в основном сидит ну как я сейчас вот перед вами а потом встал на каблуки чуть 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 пошел и в результате что у меня получается от слабости стопы и всего этого вот начинается деформация плоскостопие это опять таки слабость вот этого вот свода стопы нету мышц хороших если она имеется а женщина еще пытается носить обувь на высоким каблуке то процесс идет намного быстрее свод ноги слаб а ношение каблуков еще больше ослабляет так как стопа располагается неправильно вес распределяется на стопу неравномерно и как результат выпячивания наружу большого пальца ноги травмы они случаются не так часто но тем не менее бывают причиной ревматоидный артрит итак если мы с вами вот это вот видео набирает тысячу лайков не просмотров лайков тогда делаем дальше про ревматоидный артрит это хроническое заболевание инфекционно воспалительного происхождения при котором порождается преимущественно что там порождается преимущественно периферические мелкие суставы характеризуется разрушительными процессами в суставной ткани прогрессивным течением с развитием анкилозов то есть это полная неподвижность в суставе жидкость высыхает внутрь суставная которая смазывает и он становится это может быть причиной особенно если человек часто болеет инфекционными заболеваниями часто болеет инфекционными заболеваниями насморканги на там простуда и прочее прочее а потом в детстве он это вот поболел поболел а в зрелом возрасте пожалуйста получил вот это вот далее серьезные нагрузки на стопы это профессиональная уже деятельность у нас профессиональная деятельность вообще неиздейственно стала с тем как природа запрограммировала организм человека согласен это может иметь место однако можно подобрать удобную обувь выполнять упражнения и существенно уменьшить риск развития этого заболевания заболевания стопы различного характера это редкие случаи но вполне возможно вполне возможно лишний вес это существенный фактор увеличивающий нагрузку на стопы и в особенности если носить неправильную обувь вдобавок это все сразу в десять раз усугубляется подагра ее считают одной из основных причин появления косточек на ногах не умение на употребление богатых белком продуктов и блюдо извращает обмен веществ в тканях тела накапливается мочевая кислота почки не успевает ее выводить и она под действием силы тяжести оседает в суставах ног это приводит к ослаблению тканей стопы процесс идет незаметно долгое время но результат один боли воспаление в суставах шишки и нарост и как следствие увеличение и деформация суставов на пальцах ног но здесь сделаем небольшой передых но я видел вот как бы проявление подагры на самом деле это вот смотрите подагры это когда человек есть мясо с колбасой есть колбасу с котлетами есть курятину с рыбой есть яйца запивая молоком и так далее то есть обильное потребление белковой пищи это будет вот тогда вызывать но если человек нормально питается у него растут вот эти различные шишки и так далее подагрически это говорит совершенно обинул и я одного такого такого так сказать человека видел я говорю ну-ка покажи-ка язык он только язык а он весь как будто он только что поел творога то есть у него кандида если организм болен или поражен кандидой то вот эти вот шишки, причем они, знаете, эти шишки болезненные, они горячие, они воспалены, они болят, то это совсем иное, то есть человек питается нормально, а некоторые вообще вегетарианцы, но имеется кандида, значит вот эта вот штучка будет на ногах. Поэтому тут подход совершенно иной, надо с кандиды начинать, которые вот так вот уродливо вот это вот все суставы, суставы ног, суставы рук, суставы пальцев извращают. Пойдем дальше. Неумивное употребление богатых белком продуктов и блюд извращает обмен веществ, тканях тела накапливается мочевая кислота, почки не спирят и выводите, под действием силы тяжести оседает в суставах дух. Это приводит к ослаблению тканей стопы, процесс идет незаметно, долгое время, но результат один. Боли, воспаление в суставах, шишки, наросты, как следствие в лечении и деформация суставов на пальцах ног. Но не забывайте о другом виде подагры, который возникает от гриба кандиды. Итак, дальше. Высококалорийная пища с обилием животного белка и неправильная обувь. Вот самые главные вину в реке возникновения косточек на больших пальцах дух. Я даже считаю не столько высококалорийно с обилием животного белка, как неправильная обувь, отсутствие физической нагрузки на стопу. Ну, не ходим мы. И плюс еще различно, вот эта сладкая пища, она тоже действует так, знаете, как-то ослабляюще. Как распознать образование косточки на большом пальце? Симптоматические косточки можно выявить на самой ранней стадии. Для этого надо сделать тест на гибкость. Для этого можно просто попытавшись отвести пальцами рук, большой палец ноги от второго пальца. И если солей мало или там изменений болезненных мало, то у вас получится отклонить палец на достаточное расстояние. А если соли мочевой кислоты уже начали накапливаться, то может возникнуть боль, затруднение. Вообще боль, затруднение. Если же уже началось отклонение большого пальца ноги, при котором он начинает заваливаться на соседние пальцы, то есть вот так он становится, вот так вот сюда. Формирование шишки на основании пальца, покраснение и припухлость шишки, расширение стопы, стаптывание обуви на одну сторону, поваление мозоли и бородок. Это есть серьезный повод обратиться к ортопеду. Диагноз ставят на основании рентген снимка и осмотра. Хотя уже без него ясно, шишка есть. А тем более, когда вот так вот уже все скручено. Вот так вот все скручено. Лечение. В первую очередь надо пересмотреть свое питание. Отказаться или сократить употребление мясного и мучного, и сладкого, сладкого. Тортики, чаи сладкие, булочки и так далее, так далее. Почему у женщин? Да потому что именно они вот норовят там кофеек там с мучным, с чаек там, с пирожным и так далее и тому подобное. Кушать больше свежих овощей и фруктов. Желательно корни плодов. Пить свежевыжатые овощные соки. Есть салаты из них, свежевыжатые овощные соки. Это больше морковный, яблочно-свекольный, на основе морковки, там допустим, это, сельдереево там, морковный. Значит, свежие овощи в большей степени и фрукты в меньшей, и способствуют растворению кристалла мочевой кислоты, а лучше всего свежевыжатые овощные соки. Значит, выгоняют соль из организма, возвращают суставы в подвижность. Запомните блюда, провоцирующие воспалительные процессы в суставах, и исключите их из своего рациона. Это жареная и копченая, искусственная сладость, и специи, и бобовые, жирные бульоны. В рацион добавьте овощи, богатые, на витамин Е, А, С. Но это в основном будут листовые. И проросшую пшеничку. Особенно они повышают устойчивость связочного аппарата. Дополнительные меры лечения косточки на большом пальце ноги. Физиотерапия. Массаж. Хороший массаж. Регулярный массаж. Лечебная физкультура. И физиотерапия, и лечебная физкультура будут заключаться в основном в одном. Регулярная ходьба в течение часа и более. Данные методы лечения хороши для профилактики и комплексного лечения косточек. Обувь. Выбирать следует только правильную обувь. Круглые носы для простора пальцев. Каблучок не длиннее 4 см. Подошва плотная. Материал натуральная кожа. Наличие супинаторов, поддерживающих свой стопы, приветствуется. Но! Вот вы их поносили, они, так сказать, вам стопу приподняли. А дальше, дальше. Постарайтесь, чтобы без них, чтобы эти супинаторы не заменяли вам нагрузку, которая должна идти на связочный аппарат стопы. А то от супинаторов они тоже могут, в конце концов, ослабнуть свод стопы. В комплексе с ортопедическими стельками это будет идеальным вариантом. А чтобы косточки не болели, не росли, нужно по дому ходить в валенках и зимой, и летом. Причем только на босую ногу. И вот, смотрите, вот у меня валенок. Вот у меня босая нога. Валенок у меня уже протерся. Поэтому я сюда вставил подошву. Видите, то, что я вам говорю, то я и делаю. Лечебная физкультура. Подбираем простые, но эффективные упражнения, укрепляющие свод стопы. И которые надо выполнять регулярно. Ходьба. Собираем пальцами ног мелкие предметы, типа карандаши, носовые платки или носки. Небольшие мячики или игрушки. Рисуйте ступнями ног по полу, а летом на песке буквы, цифры. То есть упражняйте стопы. Вращение стоп сначала в одну, потом в другую сторону. Я когда просыпаюсь, вот сначала в одну сторону, раз там 20, 30, 40, потом в другую сторону. Нормально. Все, туда пошла жидкость. Суставчики смазались. Выгибание и разбавление пальцев на ногах. Чередую быстрые и медленные действия. Больше ходим босиком. Естественно, летом. Ну вот смотрите, босиком я хожу круглый год в валенках. Расправляем пальцами ног складки на покрывале и многое другое. Ежедневно выполняем лучшее упражнение для свода стопы качели. Перекатываемся с носочков на пяточки. Перекатываем на внутренней и внешней стороне подошвы. Отдых для ног. Важно понимать, что для полноценного восстановления любой части организма, в том числе и стопы, нужен отдых. Поэтому после трудного дня снимаем усталость со ступни. Укладываем сонку резонтально. И ножки поднимаем чуть выше головы на 15-20 минут. Потом желательно сделать контрастный душ для ступни и ног. 5 секунд прохладная, даже холодная вода. 10-15 теплая, даже горячая вода. И так 3-7 контрастов. Можно делать теплую ванночку с травами, лучше всего с полынью. Полынь дает ногам ощущение легкости. Вот что интересно. Минут на 15. 2 столовые ложки полыни. Завариваем 2 литрами кипятка. Наставим 5-10 минут. Разбавить теплой водой и подержать ноги в этой воде. А в процессе работы даем ногам отдых. Например, посидим, приляжем, носим удобные тапочки, а не туфли на высоченном каблуке. Даже в офисе нужно носить удобную обувь, а во время сидения незаметно менять туфли на тапочке. Здесь нет ничего смешного, тем более это касается вашего здоровья. Массаж. Отличное дополнение к вышеуказанному. Он помогает расслабить икроножные мышцы и стопы, снять отечность, повысить кровообращение и питание тканей стопы. Уделяйте себе внимание на это, 10-15 минут на процедуру. Любите себя, балуйте себя, понимаете. Баловать себя можно не только там чайком с конфетками, а вот таким вот массажом. Конечно, возможны другие мероприятия по лечению косточек на большом пальце ноги. Часть из них назначает сам врач, а часть можно взять из народной медицины. Но в любом случае, прежде всего, надо изменить свое питание, а уже потом браться за лечение. Иначе на загрязненный химии организм лекарства и травы вообще никакого действия не окажут. Кстати, есть такие рекомендации, как между пальцами там катушечки вставлять. Из-под ниток пустые катушечки, чтобы они их раздвигали. Далее есть специальное, уже продается в аптеках устройство, которое тоже надевается и раздвигает вот эти пальцы. То есть они, как бы сказать, уже насильно придают правильную форму, чтобы дальше не шла деформация стопы. А теперь поговорим о народных способах лечения травами, припарками, растирками, мазями. Я, так сказать, капитально подхожу к любому вопросу, понимаете, капитально. Не просто там-то шаляй-баляй рецептик вам дал и отвалите. Мазь против косточек на ногах. Берут только что снесенное куриное яйцо. Говорят, что надо найти яйцо из-под курицы в частном подворье. На худой конец берите очень свежее на базаре или из магазина. С белой скорлупой помещают ее в стакан и заливают 70% раствором уксусной кислоты. Стакан ставят в темное место на 2 недели. Как только скорлупа растворилась, процесс окончен. Выбрасывают нерастворенную пленочку и тщательно перемешивают содержимое стакана. Переливают пол-литровую банку и добавляют столовую ложку топленого свиного сала. Перемешивают, добавляют туда же еще 10 грамм скипидарной мази. И ну хорошенько перемешивают. Хорошенько перемешивают. Мазь готова. Применяют мазь так. Один день обрабатывают косточки мазью, а на следующий день наносят йодную сетку. Так чередуют до тех пор, пока не почувствуют улучшений. Обычно это уходит как минимум 1 месяц. В любом случае рекомендуется опираться на свои ощущения. Кому-то больше, другим меньше. Плюс все рекомендации, которые до этого были даны. А то думают, что только я буду мазать, а буду там есть мясо с мясом, заедая творогом и яйцами. Так, лопух и скипидар. Срывается большой лист лопуха и немного смазывайте его зеленую сторону скипидаром. Стороной смоченной скипидаре обмотать область косточки на большом пальце ступни. Сверху одевайте целлофановый пакет так, чтобы сохранить влажность в области лечения. А поверх него для поддержки наденьте шерстяной носок. Так делайте в течение всего лета каждый вечер перед сном. И говорят, что к осени ваши стопы, ну, станут молодыми. Механизм действия. Скипидар разогревает, улучшает обменные процессы кровообращения. Лопух сохраняет влажность, дает ферменты для растворения лишнего. Ну, смотрите, насколько скипидар. Если у вас скипидар слишком там сильный, чтобы не было ожога. Значит, попробуйте сначала там, разведите этот скипидар там в масле, там, один к одному хотя бы там. Чтобы у вас все было нормально. Одуванчик с йодом. Весной, когда зацветует одуванчик, народная медицина рекомендует пролечиться свежими желтыми цветочками. Подсушите нарванные цветы. 100 граммов цветового одуванчика помещают в стеклянную банку и заливают флаконом йода и водкой. Заливают цветы так, чтобы они как бы были покрыты жидкостью, но не плавали в растворе. Наставим 2 недели. Повторюсь, один стандартный флакончик йода, а остальное водка, чтобы только покрыли цветы. А то будете переспрашивать, сколько йода, сколько того. Внимательно все смотрите, читайте. Применяют так. Тщательно расправивают ноги в тазике с водой. Вытирают насухо и наносят масс в виде йодной сетки. Делают каждый вечер перед сном в течение цветения одуванчиков. Механизм действия. Об этом обычно все умалчивают. Он повышает обменные процессы, разогревает и растворяет лично. Естественно, это улучшает процессы восстановления в нормальное состояние. Лимон и йод. Для приготовления этого рецепта нам потребуется флакончик йода, крупный лимон и 2 таблетки аспирина. Аспирин предварительно растолочь, чтобы он быстрее растворился. Все смешиваем и получаем массу. Кстати, аспирин берете кору ивы, наверное, стакан коры ивы. И в двух стаканах все это дело воды кипятите, вывариваете все. Вот этого вы выварите аспирин. Вместо этого аспирина можете применять вот этот вот раствор. Масль наносим на косточку большого пальца ватным тампоном. Затем ногу перемещаем в целлофановый пакет, а сверху надеть шерстяной носок. Процедуру делаем на ночь. Три ночи делаем, неделю отдыхаем. Это один курс. Таких курсов надо делать от трех до пяти и более. Смотрите по тому, как у вас там идет. Механизм действия. Йод для разогрева этой области. Лимон для растворения лишнего. Ускоряет обменные процессы. Аспирин улучшает текучесть крови, что нужно для растворения и доставления крови нужных материалов для восстановления, а также скорейшего удаления лишнего. Целлофан сохраняет влагу, а шерстяной носок тепло. То есть наилучшие условия для растворения и обновления. Вот эту аспиринную воду вы уже сами там пропорцию скумекайте сами немножечко, понимаете? Как чего добавить? Мазь с перцем и бодягой. Берем 30 граммов нашатырного спирта, 100 граммов этилового спирта, 30 граммов камфоры, 30 граммов красного перца острого и 10 граммов бодяги. Это болотная трава, продается в аптеках. Может сейчас уже не продается. Перемешиваем все компоненты до однородного состава и получаем мазь. Она очень жгуча, поэтому постарайтесь и попадайте на кожу лишний раз. Способ применения. Мазь наносят только на саму косточку. Ногу перебинтовывают и надевают шерстяной носок. Делать это лучше всего вечером на ночь. Утром бинты снимают. Так повторяя до тех пор, пока больная косточка не станет мягкой и не начнет постепенно уменьшаться. Теперь можно делать через день, а то едва пока не исчезнет. Кстати, дополнительно можно вставить различного рода катушки, чтобы они вот этот палец. Отодвигали в нормальное состояние. Механизм действия. На шатырь рыхлит. Спирт является основой, в которой растворены компоненты мази. Камфор ускоряет движение. Перец дает тепло. Боя способствует заживление. И в целом ускоряются процессы растворения и нормализации. Желчь. Желчь покупаем в аптеке и на ночь ставим компрессы. Смачиваем ватку и прикладываем к шишке. Поверх обматываем целлофаном и теплой ткани. Либо надеваем шерстяной носок. Лечиться так необходимо около двух месяцев. На каждую ночь ставим компресс. Предостережение. Желчь очень едкая субстанция, которая запросто может сжечь кожу и образовать рану. Поэтому первоначально разбавляем желчь два. А то в три раза водой. И начинаем с малой концентрации. В дальнейшем постепенно концентрацию увеличьте. При необходимости сделайте перерыв. А затем продолжите до получения нужного результата. Нужного результата. Запомните. Механизм действия. Желчь. Щелочная субстанция. А шишки образуют мочекислые соли, которые сваряются под ее действием. Ножны в ванночке. Их рекомендуют применять тогда, когда шишка болит. Они не только способны снять боль, но и способны рассасыванию солевых отложений. В теплой воде надо растворить соль 100 граммов на 3 литра. И 20 минут подержать в ней ноги. После процедуры сделайте самому себе массаж. Аккуратно пальцами. Размять косточки. И места около косточек в течение 10-20 минут. Это дополнительно усилит кровообращение и восстановительные процессы в этой области. Лаврово-нашатырная настойка. 10 граммов лаврового листа. Растереть порошок. Залить лавровый лист нашатырным спиртом. 100 граммов. Или 100 миллилитров. Размешать и настоять 7 дней в темном месте. Способ применения. Втирать шишки на ногах дважды в день. Механизм действия. Сильная щелочная субстанция с растворяющими свойствами для мочекислых отложений. Брусничный лист. Если шишки на ногах вследствие отложения мочекислых солей, пейте брусничный настой. Сухой лист брусники. Измельчите в порошок. И чайную ложку порошка. Заварите стаканом воды. Лучше все это делать в термосе на ночь. Брусничный настой пить 2 раза в день по 100 миллилитров. То есть по полстакана. Утром пить до приема пищи на голодный желудок. А вечером непосредственно перед сном. Лечиться этим методом можно не более 2 месяцев. Механизм действия. Вещества находящиеся в брусничном отваре. Хорошо растворяют мочекислые отложения. Йода уксусная смесь. Смешайте йод, уксусную эссенцию, глицерин и разбавьте кипяченой водой пропорции. Берем йода 1 час, уксусная эссенция 1 час, глицерина 1 час и 2 части кипяченой воды. Ясно? Перед сном ноги распарить, а затем смазать смесью. Лечение длительно, не менее 3 месяцев. Но эффективно. Говорят так. При помощи этого средства можно лечить и вылечить грибок на ногах. Вот это другое дело. Механизм действия. Мощно растворяющая смесь. Применяется осторожно, особенно в начале. Начинать с малого смазывания. И это особенно, вот этот рецепт подойдет в том случае, если у вас вот эта вот шишка вызвана наличием в организме кандиды, значит тут надо от кандиды, значит попить пищевую соду и плюс вот эту вот местную смесь наносить. О пищевой соде я рассказывал, можете найти, посмотреть на моем канале и также в библиотеке. Огромная статья. Аналогов этой статьи я не видел, потому что я для себя разбираю наиболее тщательно. Вот даже как с этими шишками. Это ж еще не все. Для снятия боли рецепты с анальгином. А, если шишки начали болеть и сильно утомляют, можно воспользоваться анальгином и йодом. Измельчить 6 таблеток анальгина, порошок и растворить в 50 миллиграммах йода. Этой смесью обрабатывают шишки как можно чаще, от 5 и более раз на протяжении дня. Как показывает практика, боль от этого способа исчезает практически ментально. Б. 2 таблетки анальгина разминают порошок и смешивают с одной ампулой 3% йода. Смесь наносят на ватку, а ватку прикладывают на шишку большого пальца ноги. Сверху одевают целлофан, а потом шерстяной носок. Лучше эту процедуру делают на ночь. Но начните с получаса, чтобы не сжечь кожу. Начните даже с 5 минут. У некоторых и этого хватает для того, чтобы сжечь кожу. Поэтому рассуждайте разумно. Кожа у всех разная. Такой компресс делают один раз в 7 дней. Обычно 5 раз бывает достаточно. Те, кто использовал этот метод, утверждают, что боль совершенно проходит в превоспаленных шишках. Горячий, красный, а от боли человек начинает хромать или вообще ходить не может. Рекомендуется такое средство. То есть горячий, красный, это говорит о том, что это не подагра, а это проявление грибка. Вот так он в суставы коверкает, и поэтому шишка становится красная и горячая. Значит, 10 таблеток анальгина. Измельчают порошок, смешивают с 10 миллилитрами йода в небольшом пузырьке. Такой пузырек должен быть, который можно плотно закручивать. Добавляет настойку золотого уса. Ее можно купить в аптеке в пропорции 1 к 1. Этим средством смазывают шишки, делают на них компрессы, смочив и приложив в ватку. Предостережение. Всегда относитесь внимательно к тому, о чем я говорю. Предостережение. Начинайте с малой дозировки небольшого срока нанесения, чтобы не сжечь йодом кожу. Сжигается моментально. Механизм действия. Благодаря анальгину и йоду можно снять боли и воспаление. Золотой ус ускоряет заживление. Снимает красоту с кожи. Красноту с кожи. При помощи этого средства можно вылететь не только шишки на ногах, но и подагру. И даже смещение суставов. Однако лечение очень длительное. Лечение с помощью свежей рыбы. Рыба должна быть свежей, обязательно речной. Сам способ прост. Отрезает кусочек рыбы и положить к шишке, закрепить бинтом и оставить на всю ночь. Эту процедуру надо повторить 7 раз. То есть 7 ночей. В следующие 7 дней смазывать шишку пихтовым маслом. Это один куст. Повторить лечение можно будет не раньше, чем через 3 месяца. Важно. Рыбу нельзя замораживать. Ее хранять на холоде. Механизм действия. Косточка, как более плотное образование, будет тянуть на себе из рыбы воду с ферментами. В результате чего в ней начнутся более активные окислительные процессы, разрушающие косточку. Пихтовое масло. Благодаря своим летучим свойствам проникает в костную ткань и даже рыхлит и растворяет ее. Усиливает циркуляторные процессы. Благодаря такому подходу косточки вначале перестают болеть и расти, а далее будут размягчаться и со временем исчезнут. Лечение слюной. Каждое утро ежедневно натирать шишки на ногах своей собственной слюной. Процедура делается натощак до завтрака. Говорят, что за 10-15 дней боли исчезают и не болит 2-3 месяца. Потом процедуру необходимо будет повторить. Механизм действия. Слюна человека, насыщенная ферментами, имеет важное свойство измельчать пищу. Вот это действие и передается на шишку. Соль и мед. Берут обычную кухонную соль и мед. Растирают и смешивают пропорции один к одному. Растирают до тех пор, пока она не станет белого цвета. Далее ее наносят на шишку, аж сверху закрывают полиэтиленом. Лучше один пакет, поверх которого надевают носки. Так поступают ежедневно в течение месяца. Совет. Начните наносить эту смесь на 10 минут и посмотрите на реакцию. Это очень важно. Далее по мере привыкания постепенно увеличивайте время. Если все нормально, делайте эту процедуру на ночь. Если так не поступить, а сразу сделать на ночь, то можете под утро проснуться, а у вас там все съедено. Говорят, что люди, которые использовали на себе это средство, утверждают, что косточки на большом пальце ноги полностью рассасываются. Механизм действия соли и мед, а тем более их сочетание, является сильнейшим средством отбора на себя воды. В результате такого компресса происходит обезвоживание костной мозоли и она усыхает до нормальных размеров. Дождевые черви. Собрать дождевых червей граммов в 100-150. Тщательно вымыть и сложить в баночку, которую следует плотно закупорить и поставить тепло на сутки. Через сутки из червей образуется жижа. Способ лечения прост. Ватку макнуть в жижу, которая образовалась от червей и наложить на косточку. Сверху одеть пакет слофана, а поверх него шерстяные носки повторить 2-3 раза. Важно! Жижа должна быть на косточке, поэтому, одев пакет, лейкопластырем закрепить его на косточке, чтобы образовался мешочек и уже сверху носок. Процедуру лучше всего делать на ночь. Механизм действия. Жижа из дождевых червей представляет собой ферментную массу, которая обладает большой растворяющей способностью. За счет осмоса вода вместе с ферментами будет проникать в шишку и растворять ее. Ну, вот такой рецепт есть. Если это вам не противно, если там вы небрызгливы, и если вы верите в то, что эти черви какие-то там бумари чистые, без всякой там заразы, ну, на свой страх и риск можете попробовать это. Но, по крайней мере, такой рецепт есть, и я его озвучил. Листья фикуса на керосине. Вот, наконец-таки, мы добрались до моего любимого керосина. Берем 4 крупных листа фикуса. Даем настояться в теплом месте 10 дней. Способ применения прост. Смочить в керосиновом настое ткань и приложить на 15 минут к шишкам. Говорят, что всего за 2-3 процедуры боль пропадает. Этим же средством можно избавиться от боли в суставах, которые возникают от переохлаждения. Механизм действия. Большие, мясистые, объемные листья способствуют увлажнению и расширению. Керосин является праведником этого действующего начала в ткани шишки. Помимо этого, он вызывает разогрев и растворение органических соединений. Отвар полыни. Если шишка на большом пальце ноги стала сильно болеть, необходимо заварить полынь. В 300 мл кипятка 2 столовые ложки полыни и пить на протяжении всего дня этот отвар небольшими ротками. Дополнительно ставить из этого же отвара компресс на шишку. Постепенно боль пройдет. Сок золотого уса. Этот метр прост. Натирайте шишки на ногах соком золотого уса. Либо приложить лист золотого уса на шишку, обернуть целлофаном, а сверху надеть шерстяной носок. Лист помните, покалите, порежьте, чтобы выступил сок. Как только лист высохнет, положите новый. Ноги во время этого лечения мыть не рекомендуется. Протирайте сухим полотенцем. Такое лечение продолжает до тех пор, пока появится результат. Сырой картофель. Натираем на терке сырой картофель и прикладываем его к шишке. Закрепляем. Одеваем пакет, а сверху шерстяной носок. Держим 2 часа. Так продолжаем ежедневно до получения результата. Механизм действия. Этот метод эффективен при наличии подагры мочекислых солей в шишке. Шелочные компоненты картофельного сока будут их растворять. Прополис. Этот рецепт используется для снятия воспаления. Прополис размягчает в теплой воде и прикладывает к больной косточке. Далее закрепляет и держит на ночь. Так поступают несколько раз, пока не исчезнет воспаление. Ванночки для ног рекомендуемы при лечении шишек на ногах. Первое для снятия боли. Подержите ступни ног в теплой 30-35 градусов воде с содой 3 чайной ложки и йодом 8 капель на 5 литров воды. Достаточно 20 минут, чтобы боль ушла или стихла. После ванны ноги вытереть насухо. Сами шишки смазать йодом. Хватит и 5% йода в виде сеточки. Потом оберните ступни бумагой и наденьте теплые носки. Второе. Если косточки очень сильно болят, распарьте ноги и после нанесите йодную сетку. Третье. Распарьте ноги в горячей воде вместе с хозяйственным мылом. Во время процедуры рекомендуется массажировать ступни и разминать косточки. Механизм действия хозяйственного мыла щелочь. Естественно оно будет способствовать растворению мочекислых отложений у шишки. Из практики. Хочу поделиться своим опытом лечения больших пальцев на ногах. В прошлом году пальцы припухли, начали болеть. Ногти стали как железные и поднялись так высоко, что невозможно было ничего обуть. Боль становилась все сильнее и давала о себе знать. Даже когда я просто сидела или лежала. Неизвестно чем бы все это закончилось, если бы мне не посоветовали полечиться следующим образом. Две чайные ложки березовых почек. Они продаются в аптеке. Положить в баночку из-под майонеза и залить 100 граммами водки. Закрутить крышкой и кипятить в кастрюльке на медленном огне минут 20. То есть на водяной бане выходит. Когда настойка остынет, смочить бинтик и приложить к пальцам, обернув полиэтиленом и забинтовать. Утром и вечером менять компрессы. И знаете, мне помогло. Не хочу описывать, что вытянули березовые почки из моих пальцев. Главное, теперь могу ходить. Ногти же приобрели нормальные размеры и естественный цвет. 5. Заключение. Благодаря вышеописанным процедурам, рецептам и средствам, шишка на ноге пропадает или хотя бы заметно уменьшается. Одновременно с этим пересмотрите свое питание. Как минимум половина вашего рациона должна быть из овощей. Желательно свежих, но только не зимой. Зимой вот эти вот все овощи, они должны быть теплыми, чтобы у вас других проблем не возникало. Значит, желательно свежих, листовых, активнее используйте свежевыжатые соки. Сока уже малочка и погнали. Морковный, там картофельный сок в таких пропорциях. Морковки, допустим, три части, а картофельного сока там одна часть. Также, допустим, капустно-морковный сок. Можно вообще капустный сок добавить туда метка, так пить. Значит, все зависит от вашего упорства. Упретесь, будете действовать напористо или целеустремленно. Обязательно пройдут, как прошли у многих других людей, целеустремленных и безоговорочно верящих в успех. Вот и все, что касается список. Итак, я жду тысячу лайков на это видео, комментарии и прочее, прочее. Не забывайте об этом. Потому что, как мне сынок мой сказал, если вот не напоминать о том, что надо ставить лайки, там звонить, там колокольчик, бубенчик и еще что-то там делать, видео YouTube опускает на дно, где все заявляется. Так, чтобы это все поднималось, а не опускалось, немножечко так это, пошурудите пальчиками. Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего! Всего наилучшего!